Всем привет! Сегодня на обзоре планшет ультрабук Т-класс 10-3 Пласс. Решил заменить свой OnDev 5 919, Win 10 Intel Atom X5 Z8 300,4 гигабайта рам, на что-то посолиднее в плане производительности и автономности. Пересмотрел кучу планшетов на процессорах Core 1000 и Apollo Lake и решил, что отдавать 500 плюс зеленых за планшеты на Core 1000 я не готов, для меня планшет, это планшет, но никак не ноутбук. Мне нужно было достаточно мощное устройство с хорошей автономностью, мой OnDev 5 919 работал не более 4 часов под нагрузкой в виде фильмов, по производительности тянул даже танки на 22-25 фпс при минимальных настройках, правда под такой нагрузкой жил он часа 2-5-3 максимум. Но вот для монтажа видео он не особо годился, в Sony Vegas 10-минутный ролик монтировался часа 2 и в это время ничего больше делать на планшете было невозможно. После выхода на рынок Т-класс 10 3 Пласс, 6 гигабайтов, 64 гигабайта МК-5, Intel Apollo Lake N3450 и Pro, 8 гигабайтов, 128 SSD, Intel Core 1003, с ценами в 300 зеленых за Пласс и 500 за ПРО, решил обновиться и приобрести Пласс-версию. Успешно продав свой OnDev 5 919 за почти 255 зеленых, заказал Т-класс 10 3 Пласс у официального представителя компании Т-класс на Алиэкспресс. Там через поиск можно найти Т-класс 10 3 Пласс. Также взял к нему клавиатуру и активный стилус. Мне он честно не особо нужен, но интерес хотелось удовлетворить. Полный набор вышел в 340 долларов. Итак, приступим к обзору. Пришло все в огромной коробке, в раза два больше всего этого набора, упаковано было в спец. Пакеты с воздухом. Честно первый раз видел такую упаковку. Три коробки, планшет, клавиатура и активный стилус. Технические характеристики. Новинка наделена 11,6-дюймовым дисплеем формата Full HD, разрешение составляет 1920-1080 точек. Дополнительная клавиатура позволяет использовать устройство в качестве компактного ноутбука. В основу планшета положена платформа Intel Apollo Lake. Применен чип Ceylon N3450, выполненный по 14-нанометровой технологии. Он имеет 4 вычислительных ядра с базовой тактовой частотой 1,1 ГГц и возможностью повышения до 2,2 ГГц. Процессор содержит графический контроллер Intel HD Graphics 500. Модель Т-класс 10 3-пласс несет на борту 6 ГБ оперативной памяти. Флэш-модуль вместимостью 64 ГБ можно дополнить картой MicroSD, предусмотрены камеры с два 5-мегапиксельной матрицами. Прочие характеристики новинки включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802, 11 N и Bluetooth 4. 0 интерфейс Micro HDMI, порт USB и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 8000 МАЧ, габариты составляют 303,8, 186,1,10, 1 мм, вес приблизительно 910 граммов. Комплект поставки. Сам планшет. Зарядное устройство лежало отдельно в коробке, по качеству есть сомнения, с виду копеечный зарядник, издающий писк при простой или полной зарядке. Клавиатура, присоединяется планшету через спецпорт, покажу ниже, не Bluetooth, из-за чего нет тормозов, постоянных отключений и так далее. Клавиатура годная, тачпад вполне нормальный, курсор ходит плавно, жесты есть, прокрутка два пальцами, но единственное по высоте маловат, проскралить сверху вниз за одно касание не получится. Ну и активный стилус, работает от аккумулятора, заряжается через microUSB. Переходим к планшету. Планшет, внешний вид, разъемы. Планшет имеет диагональ 11,6, разрешение 1920 на 1080 точек, соотношение сторон 16,9. На лицевой стороне находится веб-камера 2MP, микрофон на торце, два стереодинамика справа и слева на нижней части планшета. Кнопка с логотипом Windows сенсорная, открывает меню пуск. Экран стеклянный. На левой стороне mini HDMI вход, полноценный USB 3.0 разъем, вход для зарядки, 12,5,2 и 2. 5 миллиметров разъем. Микрофон находится на торце, между рамкой и краем планшета. На обратной стороне, кнопка включения, качелька громкости, 3.5 миллиметров разъем для наушников и microUSB вход, не для зарядки, а для подключения периферии через OTG кабель. На нижней стороне два магнита для крепления клавиатуры и спец. Разъем. На задней стороне камера 5MP, кстати не такая и ужасная для 5MP. Задняя крышка полностью. Здесь есть вставка сверху из пластика, под которой антенна. Вся крышка из алюминия. Нижняя часть крышки подставка. Открытая подставка. Под ней microSD слот до 128 гигабайтов, а также информация по планшету, серийный номер, напряжение зарядки и так далее. Крышка на магнитах и имеет два положения. Кстати, если разобрать планшет, то можно найти тысяча. Два разъем, куда можно подключить SSD. Я уже заказал себе NETEC 1000. Два SSD на 240 гигабайтов. Потом, может допишу про установку. Два положения подставки. Идея скопирована с Microsoft Surface. Палец китайцам в рот не клади, более естественное для ноутбука. По разъемам и внешнему виду все. Переходим к работе с планшетом, производительностью и бенчмарком. Производительности бенчмарки. Планшет работает под управлением Windows 10, активированная. Сразу идет Office 365 без активации с пробным режимом. В принципе ничего нового. Характеристики ПК. Тесты КПАЗ. Еще все настолько не оптимизировано для нового процессора Apollo Lake N3450, что постоянно идут ошибки в описании. AIDA64. Кпьют. Графика в планшете встроенная. Intel HD Graphics 500. Объем памяти 1 гигабайт. Поддерживает Direct 11. 3 500 Mark. Состоит из трех тестов с повышением требований. Один тест прошел с частотой кадров 60 FPS, второй 20, третий 2, 3 кадра. Это все синтетика, реальная же мощность измеряется в играх. Из-за того, что процессор новый, многие бенчмарки еще под него попросту не оптимизированы. Информация Santato Bankmark. Планшет набрал всего 110 тысяч баллов, что тоже странно и скорее всего опять же из-за оптимизации или проплачено. Стоит ниже iPhone 6 секунд. Хотя я очень сомневаюсь, что на железе iPhone пойдут танки при FPS 3040. Игровая производительность. Реальная же производительность обычно меряется в играх. Первая игра Ваути. Так как там куча настроек графики и можно запустить как на калькуляторе, так и на микроволновке всего лишь подкрутив процентов рендеринга графики и поменяв разрешение. Так вот задроты аплодируют стоя, на минимуме выдает 30-40 кадров, что просто шикарный показатель для планшета. Плюс ступеть можно около 4-5 часов на данном планшете. Вторая игра Battlefield 1. Просто не запускается, открывается окно и висит. Возможно встроенные видеокарты чего-то не поддерживают. Игрушки послабее, типа Battlefield 2, Skyrim 5 и подобные идут без проблем даже на OnDep 5 919. Я не геймер, если кого интересует конкретная игра, напишите, протестирую. Память. Памяти в планшете 64 гигабайта, производитель SanDisk. Память не SSD, а и ММК, но далеко не самая тормозутая. Есть также слот для microSD карты до 128 гигабайтов. Но и это еще не все. Также есть слот 1000. 2. Правда под крышкой и нужно разбирать. Но туда можно поставить SSD на 240 гигабайтов, например, стоит около 80 долларов, и получить ракету. Автономность. Специально зарядил полностью и непрерывно тестировал. 5. 5 часов. Карл еще осталось 13%, то есть с 100 до 0 часов 6 под стресс-нагрузкой. Под фильмами, думаю, будет часов 8. Еще радует 12.5 зарядка. До полной зарядки нужно 2 часа, даже чуть меньше. А не то, что OnDep 5 919 заряжается часов 6-7. Wi-Fi. Я уже думал планшет и Wi-Fi никогда не подружатся, но нет. Тут все шикарно. Через два стены, почти полная связь и никаких обрывов. OnDep 5 919 бы не отработало и 1 мегабит плюс постоянные обрывы. Wi-Fi только 2. 4 ГГц, 5 ГГц не поддерживает, а жаль. Работа в режиме ноутбука, использование стилуса. Работать удобно, экран уже не 10 дюймов, при работе не замечаешь, что это планшет. Клавиатура без русских символов, но продаются наклейки, брал раза 4 уже здесь. Отличные наклейки. Пару слов про стилус. Ну пишет, пишет довольно точно, линия идет прям за стержнем. Но как я уже и говорил, взял его чисто из-за спортивного интереса. Не впечатлил. В комплекте 4 запасных стержня. Выводы. Обновлением своего планшета доволен на 100%. К плюсам отнесу. Производительность. Apollo Lake N3 456 гигабайтов оперативной памяти. 4 ядра 2. 2 ГГц. Экран, не экс конечно, но вполне качественный. Автономность. Около 6 часов под нагрузкой. Часов 8 фильмов. Быстрая зарядка. 12-5 около 2 часов. Удобство использования в режиме планшета и ноутбука. Наличие USB порта. Наличие подставки с двумя положениями. Слот 1000. 2. Позволяет поставить SSD, громкий, качественный звук. На максимуме даже звенит в ушах и соответственно начинает чуть хрипеть, динамики стерео. Wi-Fi, первый мой планшет с нормальным Wi-Fi. Клавиатура очень хорошая, комплектная, единственная тач небольшой по высоте. Из минусов отмечу следующее, в простой динамике немного шипят, если конечно ухо к ним приложить. Это никак не мешает, но насколько это плохо для динамиков. Словил ошибку Windows 2 раза за неделю. Надеюсь обновиться и больше такого не будет. Зарядка комплектная, мягко говоря не очень. Всего 64 гигабайта памяти и память не SSD, решается установкой SSD в порт 1000. 2. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание, если есть вопросы, добро пожаловать в комментарии. Добавляю видео обзор, так сказать для наглядности. Время основных моментов в комментариях к видео. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok